Психиатры не любят невротиков, потому что невротики не лечатся медикаментозно. Психотерапевты любят невротиков, потому что невротики с удовольствием ходят за утешением, за любым, временным, и готовы платить любые деньги. Да, конечно, это проблема, все это понимают, ее надо решать, это болезнь, ее надо лечить, но, увы, никакие медицинские средства не помогают людям избавиться от этой проблемы. У меня сегодня к вам серьезный разговор. Мне кажется, мне как врачу уже пора пытаться наводить порядок в наших общих представлениях о самой распространенной душевной патологии, которая называется невроза. Неврозами сейчас страдают большинство народонаселения земного шара. И в России тоже. Неврозы – это самая загадочная, самая таинственная патология для нашей медицины. Когда-то неврозы назвали пограничными состояниями, которые находятся не там, не там, не там, не сям, лучше сказать, между здоровьем и патологией. Но, между тем, мы, врачи, видим, что неврозы достигают такой степени тяжести у многих людей, что лишают их работоспособности и даже жизнеспособности. И поэтому относиться к этому, как к чему-то промежуточному между нормой и патологией, я думаю, недопустимо. А вот это промежуточное положение неврозов, оно вызвано именно тем, что психиатрия не знает природу этого заболевания. И психиатры не любят невротиков, потому что невротики не лечатся медикаментозно. Наоборот, их состояние только ухудшается. От назначения психотропных препаратов антидепрессанторов, нейролептиков, транквилизаторов. Мы видим, что люди наживают себе дополнительную душевную и телесную патологию, от которой потом годами не могут избавиться. Психотерапевты любят невротиков, потому что невротики с удовольствием ходят за утешением, за любым, временным, за деньги. И готовы платить любые деньги. И нас когда-то учили, что если у вас будет 10-12 человек невротиков, то вам хватит на хлеб и на масло. Но это все от недостатка ясного представления о том, что это такое. Мы не знаем врачи, мы не знаем истинной природы этого заболевания. Но это не значит, что она неизвестна совсем. При нравственно ориентированном подходе к этой проблеме, которым как раз я и занимаюсь, как врач-психотерапевт, очень многое становится ясным. Потому что здесь мы проливаем дополнительный свет на природу этого заболевания. И поэтому у врача появляется гораздо больше возможностей для того, чтобы помогать людям выздоравливать. Да, конечно, это проблема, все это понимают, ее надо решать, это болезнь, ее надо лечить. Но, увы, никакие медицинские средства не помогают людям избавиться от этой проблемы. Почему? Потому что медицина остается прочно на материалистических позициях и не допускает даже мысли о том, что у человека есть что-то, кроме тела. Что человек имеет в себе мощную, основную, можно сказать, духовную составляющую. И именно это в человеке первично. Так вот, когда у человека развивается невроз, то уровень повреждения самый высокий, духовный. У человека происходит утрата самообладания. Он перестает быть хозяином своим мыслям, чувством, желанием и поступком. Какая-то стихия его захватывает, он ничего не может ей противопоставить. При этом, обратите внимание, человек психически здоров. Это действительно так. Страдает более высокий уровень его самоорганизации, духовной. Потому что самообладание – это из области свободной воли, а значит из области духа. То есть это проблема духовная, и она по существу врачуется духовными средствами. Самообладание – это самое высокое, самое тонкое, самое хрупкое свойство человеческой природы. И мы утрачиваем его в первую очередь. А вообще-то мы утрачиваем все. С первого до последнего дня нашей жизни мы только и делаем, что утрачиваем тот душевно-телесный потенциал, с которым мы с вами родились, который мы получили в готовом виде. И мы не имеем возможности привнести туда что-то существенно дополнительное. Да, потенциал большой. Телесного потенциала хватает лет на 70-80, если повезет. А душевный потенциал у человека имеет бесконечный потенциал для своего развития и совершенствования. Но если человек, родившись, живет предоставленный сам себе, то тогда он свой душевный потенциал может растрачивать быстрее, чем телесный. Когда тело еще молодо, здорово и вполне перспективно, человек может душевно опустошиться настолько, что даже жить не хотеть. И я, как врач, это вижу сейчас очень часто в нашей молодежной среде. Несколько лет назад я разработал специальный курс психотерапии, который называется «Хочу владеть собой». Он содержит в себе заранее записанные видеозанятия, где вот эту всю проблематику я очень подробно, детально раскрываю и с точки зрения медицины, и с точки зрения православия и даю конкретные рекомендации. Кроме того, этот курс содержит практическую методику. В ней есть распорядок жизни человека, в который нужно будет себя по максимуму вписать. Там будет целый набор практических навыков, которые как упражнения человеку, страдающему неврозом, нужно будет ежедневно выполнять. Есть базовые навыки, их два, которые нужно выполнять неукоснительно обязательно каждый день в том ритме, в котором там указано. Есть дополнительные упражнения, которые можно творчески включать, выключать и то, что понравится, сохранять на ежедневное использование. И вот при такой систематической работе человека над самим собой, под руководством этого курса, появляется реальная возможность вернуть утраченное самообладание. Да, все сводится к тому, чтобы человек восстанавливал прерванные отношения с источником жизни, с источником всех благ, в том числе с источником самообладания, с Богом. Нам всем давно пора признать, что у человеческих возможностей есть предел. Да, душа и тело, с которыми мы рождаемся на этот свет, представляют из себя потрясающий феномен. Но все-таки это не весь человек. И если наше тело развивается само собой, если его просто кормить, оно достигает какого-то пика своего созревания. Если наша душа, она может развиваться сама собой, если человек живет в этом мире и замкнут на него своими органами чувств, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием. Если мы живем во времени в этом мире, мы умнеем, потому что у нас есть ум. Мы развиваемся эстетически, потому что у нас есть представление о красоте и безобразии, вложенное в нашу природу. И у нас развиваются волевые качества, которые заложены в нас нашими родителями. Это та программа, которая в нас вложена. Мы ничего не добавили к тому, что у нас есть от рождения. И когда-то мы достигаем предела того, что в нашу природу вложено, что развивается само собой спонтанно. А дальше? А дальше мы подходим к такому уровню нашей жизни, где без ежедневных, постоянных, систематических усилий свободных, волевых над собой, развитие человеческой личности будет невозможно. Мы входим на территорию свободной воли, на территорию духа. И здесь действует только свобода человека и свобода Бога. Их свободные взаимоотношения. И вот уже здесь, на этом уровне, человек развивается как божественный проект. Каждый человек — это божественный проект, и без Бога он не сможет быть реализован, без автора. Да, мы можем здесь остаться на душевно-телесном или вполне животном уровне существования, есть, пить, совокупляться, создавать семьи, рожать, воспитывать детей, получать профессии, делать научные открытия и так далее. Это все то, что естественно заложено в нашу природу. Но мы на этом пути разряжаемся как батарейки и нуждаемся в подключении к общей сети, так же, как любая батарейка. Вот как этот прибор, мы им пользуемся. И с успехом мы можем даже получать образование через него, дополнительные знания, профессиональные знания. И можем даже билеты на самолет покупать. Но мы знаем, что это происходит потому, что там разряжается батарейка. И я обязательно буду подключать этот прибор к общей сети, иначе он будет не нужен. Человек со всем своим душевно-телесным потенциалом это такая же батарейка, и он тоже нуждается в подключении к общей сети. Так вот, когда-то мы дозреваем до такого уровня, когда это становится для нас насущной необходимостью. Иначе наше развитие останавливается, а потом запускается процесс деградации человеческой личности. Так вот, невроз – это болезненный этап созревания человека до духовно-нравственного уровня. И от свободного самоопределения человека на этом этапе зависит вся его дальнейшая судьба. Либо он деморализуется и разрушается, либо он продолжает развивать весь тот богатейший потенциал, который вложен в него Богом, но уже не сам, а с Богом. Когда человек доверяет себя ему и предоставляет ему возможность свободно действовать в своем жизненном пространстве. Поэтому невроз – это даже не заболевание в медицинском смысле этого слова. Это необходимый, очень важный этап дозревания человека до вершины своего природного состояния, до духовно-нравственного уровня, или по-другому – до религиозности своей. Человек – существо религиозное, он создан Богом для того, чтобы приобщиться к той жизни, которой живет сам Бог, и без Бога это невозможно. Так вот, я хочу вам сказать, что этот курс нравственно-ориентированной психотерапии под названием «Хочу владеть собой» за годы своего существования зарекомендовался бы очень хорошо. Очень много пациентов, которые обращались ко мне за помощью, выздоровели и продолжают выздоравливать. Да, конечно, это предусматривает вот такую интенсивную, систематическую работу человека над самим собой. Это подразумевает изменение образа жизни, изменение взглядов, целей, смыслов. Да, это слишком высокого свойства проблема, поэтому на этом же уровне она и должна решаться. И вот сегодня я вам хочу сказать, что мы творчески переработали, исправили и дополнили этот курс, мы его усовершенствовали. И сейчас, учитывая то, что обращений по поводу неврозов к нам огромное количество, и я успеваю проводить только первичные консультации, сам очно или онлайн я не могу проводить растянутые во времени сериалы психотерапии для каждого человека или даже для группы людей. Поэтому я предлагаю вам пользоваться этим курсом самостоятельно. Вы можете его заказывать у нас на сайте Боровских РФ. Этот курс снабжен всеми необходимыми инструкциями. Четыре видеозанятия очень подробно рассказывают о всей проблеме, связанной с утратой самообладания. И нужно эти занятия внимательно посмотреть, послушать, что-то пересмотреть, переслушать. Там будет аудиоверсия этих занятий. Вы сможете ее скачать и пользоваться где-нибудь в транспорте или на прогулке. И я, как врач, буду все время вас подогревать, подогревать вашу активность. Но результат будет зависеть именно от вашей практики, от вашей аскетики, от тех упражнений, которые вы будете ежедневно выполнять. Пользу от этого курса вы почувствуете практически сразу. А результат окончательный будет зависеть от вашего усердия, добросовестности и систематичности выполнения этих практических навыков. Я готов отвечать на все ваши вопросы, которые будут связаны с трудностями освоения этой методики. Два дня в неделю, во вторник и в среду, в 18 часов по Москве, я провожу свои прямые эфиры. Во вторник я провожу очередное занятие полного курса нравственно-ориентированной психотерапии круглый год и потом отвечаю на вопросы по этому занятию. А в среду, в это же время, я просто отвечаю на любые вопросы, в том числе и связанные с освоением этой методики, с курсом «Хочу владеть собой». И вот так у нас может с вами сложиться растянутое во времени взаимодействие, где я буду сопровождать вас как врач до абсолютно положительного результата. Я надеюсь, что когда-то наша наука пересмотрит свои взгляды на природу этого заболевания, а пока мы с вами можем пользоваться тем, что уже есть, что уже отработано и что уже приносит стойкие положительные результаты. Пожалуйста, курс, который мы разработали и дополнили к вашим услугам, ссылка на него будет под этим видео. Будьте здоровы и с Богом! Субтитры подогнал «Симон»!